Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен и Карина. И вчера я на этой же колоде делала этот же самый расклад. Конечно, сегодня он будет абсолютно другим. Но, видимо, судьба так распорядилась, что что-то было с микрофоном. Значит, тот расклад нельзя было знать большинству людей, по каким бы то ни было причинам. Высшие силы не захотели, чтобы его кто-то услышал. Хотя он был довольно интересным. И сегодня я буду делать новый расклад чувства, мысли, действия партнёров за гаданный срок. То есть мы с вами посмотрим на загаданного человека, что он к вам чувствует, что думает о вас, о ваших отношениях. И как будет действовать срок, который вы загадали, но не загадывайте маленькие сроки. Потому что для Таро это проблематично, тем более, что расклад общий. У нас с вами будет 6 позиций по 3 карты. Пока выкладываю карты, я вам хочу рассказать о том, что данное гадание актуально для вас именно в тот момент, когда вы его смотрите. Это очень важно. То есть даже если этому видео уже 10 лет, вы его нашли на просторах Ютуба или Интернета, вы его открыли, значит вам нужно узнать какую-то информацию прямо сейчас. Значит высшие силы хотят вам передать какую-то информацию именно через эти карты, через меня, через это видео. Я думаю, что это очень нужная для вас информация. Вы ее узнаете и она вам принесет большую пользу. Потому что даже когда люди считают, что ерунда какая-то, да, вот в позиции, что-то здесь не так. А потом пишут мне, что нет, все проигралось так, как действительно и было в позиции. То есть сначала не придали значения каким-то словам, а потом подумали, разобрались и оказалось вот так и так и так. Поэтому послание от высших сил не игнорируйте, примите все, как оно есть, а потом у вас это обработается информация и пригодится вам. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Чувства, мысли и действия загаданного человека в загаданный срок. И начинаем. Для тех, кто выбрал позицию номер один, мы видим на чувствах двойку скипетров. На мыслях у загаданного человека карта сила. И действия загаданный срок – это карта судьба. Я так понимаю, что человек, возможно, умеет погружаться в работу отдельно, в личную жизнь отдельно. И если этот человек уперся на какую-то деятельность, занят, сосредоточен на чем-то очень важном для него, он может какое-то время к вам себя не проявлять, не уделять столько внимания, сколько вы хотите. И вы начинаете каким-то образом пытаться перетянуть идеал на себя, то есть дергать его. И он понимает, что между вами есть действительно связь, он нужен вам, он это осознает, вы нужны ему. Но это с одной стороны, да. А с другой стороны он чувствует некоторое давление. То есть, когда не во всем он может сопротивляться вам, но у него есть обязанности, у него есть какой-то труд, деятельность. И возникать могут некоторые противоречия, конфликты, особенно если вы находитесь на расстоянии друг от друга. Также по этим картам могу сказать, что у данного человека есть к вам страсть, но есть притяжение, есть, может быть, чувство, но при этом постарайтесь ослабить некоторую хватку. Он видит в вас лидера, он видит в вас сильного человека. Он понимает, что вы, может быть, даже созданы друг для друга, но умеете проявлять терпение. Он ждет от вас, что вы будете подходить к отношениям более рационально, будете проявлять к нему терпение. Он этого жаждет. Ему нужны позитивные перемены в ваших отношениях. Он хочет, возможно, чтобы по независимым от него обстоятельствам жизнь развернулась так, чтобы некоторые проблемы ушли, препятствия между вами ушли. И вы бы объединились, вы бы были вместе именно в тех условиях, в которых не пришлось бы с вашей стороны давить на партнера, качать права, а с его стороны постоянно объясняться или каким-то образом пытаться в итоге сначала вас игнорировать, потом реабилитироваться и так далее. Карты показывают, что в нем есть заинтересованный кто-то еще, соперница ваша, есть она у вас. И если даже вы точно знаете, что нет, то тогда это женщина с его стороны, которая хочет от него внимания, например, мать или сестра. Поэтому чаще всего будет по первой позиции проигрываться, что есть соперница. И там тоже идет момент того, что пытаются завоевать внимание этого человека. Я так понимаю, что ему вообще очень сложно средотачиваться на нескольких проблемах сразу. То есть если он работает, он не может сразу же входить в личную жизнь, в какие-то проблемы личной жизни, начинать решать одно, решать другое и тут же работать. И точно так же, если кто-то пытается сейчас перенять его внимание, какая-то женщина, он не может каким-то образом и на вас обращать внимание, и на нее. Для него это очень сложный момент. И поэтому создается впечатление, что этот человек иногда отстранен. С ним все пытаются поговорить, пообщаться, что-то потребовать. А у него уже как будто бы просто желание либо так поменять свою жизнь, чтобы все это вообще изменилось, чтобы никто у него не трепал, не трогал. А у него, допустим, с вами был бы просто крепкий союз, и не было бы таких разногласий. Либо вообще переехать куда-то, уехать, поменять место жительства и там создавать какие-то такие вот с вами крепкие отношения. Но чтобы остальные люди его не дергали. Вот такое ощущение есть, некоторые усталости. Вот такая вот позиция номер один. Один, я думаю, что вам нужны пока эти отношения. Действовать он будет в вашу сторону в загаданный срок. Но ему хочется, чтобы события развивались самостоятельно как-то. Вот чтобы вы не унижались, и чтобы он не предпринимал слишком активных действий, а как-то так получалось, что сами бы организовывались какие-то встречи, общения. Вот почему-то так на это надеяться больше. Хотя немножко я считаю, что это глуповато, конечно. Ну и также надеяться в загаданный срок о встрече. То есть дорога и встреча выпадают. Либо совместное путешествие куда-то. Это всё у каждого проиграется по-разному. Позиция номер два. Чувство. Чувство человека к вам. Тройка черепов выпадает. Мысли о вас. Шестёрка Граалей. И действие в загаданный срок. Девятка Граалей. Это замечательная позиция выпала. Очень хорошая. Карты показывают, что человек вас любит. Он вас заинтересован. И он будет действовать в вашу сторону в загаданный срок. У него к вам страсть. И видно, что и у вас к нему очень сильное сексуальное притяжение. Карты показывают здесь, что возможно недавно был момент, когда отношения были под угрозой. И сейчас человек всеми силами хочет эти отношения налаживать, восстанавливать, ухаживать за вами, заботиться о вас, думать о вас только в положительном ключе. Ему нравится общение между вами. У него к вам серьёзные намерения. Он хочет что-то вернуть из прошлого в ваших отношениях, какую-то романтику, какой-то конфетно-букетный, может быть, период. И если вы ссорились, расставались, то идёт восстановление отношений в загаданный срок. Любовь точно присутствует здесь от человека к вам. Вам это надо осознать, что страдать в этих отношениях не нужно. Вы нужны, вы востребованы для этого человека. Причём взгляд идёт именно в будущее, чтобы строить семью. Даже если вас разделяют какие-то люди, человек не будет обращать на них внимания, а концентрироваться только на вас и на ваших отношениях. Потому что вот такой момент, что боялся потерять. И сейчас нужно сделать всё, чтобы вы были вместе, были рядом. И чтобы отношения точно не терпели никакой угрозы от внешнего мира. Вот такая позиция номер два. Хорошая позиция. Все три карты очень хорошие. Позиция номер три. Что чувствует человек к вам сегодня, верховная жрица? Что думает о вас, о ваших отношениях? Семёрка гралей. И действие в загаданный срок дочь черепов показывается. Тут вмешивается кто-то в отношения, возможно женщина. Либо есть обстоятельства, скрытые от вас, о которых вы не в курсе, не знаете. Человек явно путается в этих отношениях. Он не может понять до конца, нужны вы ему или нет. Он считает, что вам невозможно доверять по каким-то причинам. Например, вы недавно знакомы. И тогда нужно пообщаться по дочери черепов подольше. Подумать над тем, как сблизиться, как узнать получше друг друга. Чтобы начать доверять. Но если сейчас вы уже давно в отношениях, и у вас идут проблемы, естественно, судя по этим картам, большие проблемы в отношениях. Возможно, из-за вмешательства кого-то. То человек не может понять, насколько вы ему нужны. И насколько эти отношения могут действительно быть восстановлены на 100%. Так, чтобы люди могли быть счастливы друг с другом. Чтобы вы могли быть счастливы. И он хочет с вами пообщаться, дать шанс этим отношениям. Для того, чтобы уже точно убедиться, надо или не надо их строить. Есть заинтересованное лицо. Кто тянет этого человека в свою сторону. И в данный момент он вам именно хочет с вами общаться. Дать какой-то шанс именно вам. Чтобы определиться, насколько можно давать зеленый свет другой женщине. Другому заинтересованному лицу. Скорее всего, от вас тоже идет какая-то неясность. Для человека неопределенность. Он не может на 100% сказать, любите вы его или нет. Примите ли вы его таким, какой он есть. И из-за этого идет вот это сомнение. То есть, если бы вы раскрылись перед ним, раскрыли душу. И он бы был уверен, что вы его любите, допустим. И примите таким. С теми проблемами, которые уже были. То он бы, может быть, был полояльнее к вам. Но тут момент есть в том, что человек сам очень пассивен в отношениях. Скорее всего, был до этого. И сам себя проявлял довольно скудно. Более того, скорее всего, создавал какие-то проблемы между вами. Вел себя неправильно. А потом хочет, чтобы он мог убедиться, что вы его любите. Странно. Это инфантильность какая-то, я считаю. Есть детский подход к этим отношениям. Более того, если у человека есть зависимости. То он действительно будто бы выпадает иногда из реальности. И вновь возвращаясь, начинает думать. Насколько я вообще могу строить отношения. Насколько я могу построить серьезные отношения в будущем. И получится ли у меня. Но в любом случае, общение будет в загаданный срок. Пообщайтесь и сделайте какие-то выводы. Но смотрите на человека. Смотрите, дает ли он вам счастье. Хороший ли у него подход к вам, к вашим отношениям. Потому что, с одной стороны, он хочет в чем-то убедиться. Вы-то, наверное, тоже хотите убедиться в нем. Насколько он надежный. Четвертая позиция. Что он чувствует к вам? Восьмерка скипетров. Что думает о вас, о ваших отношениях? Четверка граалей. И действия в загаданный срок. Двойка черепов. Карты здесь показывают, что идет момент ревности, в первую очередь. Есть страсть и ревность по отношению к вам. Но такое ощущение, что в этих отношениях кто-то поступил неправильно. Потому что девушка, она пришла на свидание к вампиру. Думая, что у них будет именно любовное свидание. А он взял ее и укусил. И она в таком шоке. Вроде как она его любила. Вроде как им было хорошо вместе. Но он не сдержался и накусал девушку. Выпил у нее кровь. Выпил энергию. Момент мучения в этих отношениях. Человек как будто бы причиняет вам боль. Он понимает это. Он знает это. Отказаться он от вас не может до самого конца. С одной стороны. А с другой стороны, вы все время обижаетесь. Он не знает, как себя вести правильно. И он ревнует, переживает, считает, что раз он себя ведет неправильно, вы на него сердитесь, уйдете к кому-то другому. А он останется с душевной раной и переживаниями, хотя сам сделал какие-то нехорошие поступки в вашу сторону и подорвал, так скажем, ваше доверие. Двойка черепов не говорит об активных действиях в загаданный срок. Говорит об размышлениях о том, что нужно будет сделать выбор, стоит оставаться в этих отношениях или нет. То есть человек явно будет думать об этом выборе. Но активничать не сможет, потому что понимает, что есть момент обиды. Примите, не примите, будете ли с ним общаться как раньше или уже нет. Нет, для него это очень важный момент. Я так понимаю, что он не ждет от вас сейчас какой-то лояльности и поэтому несколько отстранен. Может быть, стоит показать, что вы этого человека ждете как-то, надеетесь на то, что у вас наладятся отношения, потому что были ссоры, какие-то невыясненные конфликты. Может быть, вот вам надо так себя повести как-то более мягко. Пятая позиция, что чувствует смерть, что думает о вас, о ваших отношениях, предснажей и что будет делать в загаданный срок, восьмерка черепов. Здесь идет момент, как скандал, разрыв отношений. Если скандала, разрыва не было, то в отношениях явный кризис. Человек делает о вас выводы нехорошие. Идет момент злости в вашу сторону, ревности, больших переживаний душевных каких-то. Но я так понимаю, что если расстались, очень подходит позиция, поссорились, расстались, и человек считает, что большой кризис в отношениях, все плохо. Я не знаю, как мне быть, мои чувства почему-то замерли, угасают. Я охлажден из-за того, что я разозлился. Я переживаю тот момент, когда мы слишком много ругаемся, и из той девушки, которую я знала раньше, вижу полную противоположность. Вышла какая-то грязь на поверхность, люди оскорбили, может быть, друг друга. Обида, злость, предательство может такое быть в отношениях. Или наткнулся на вашу агрессию и подумал, ну вроде ведь милая была, добрая, замечательная, а теперь совершенно такая злая фурия, как мне быть. Я не хочу такую в своих отношениях, не хочу любить. Но он не понимает, что у каждого человека есть две стороны. И что ты, если делаешь какие-то гадости, все равно будут на тебя там либо кричать, либо манипулировать, срываться, обижаться, молчать. Ну ты же сам это провоцируешь, ты же сам это делаешь. А человек не понимает. Он как думает? Была добрая, стала злая, да? Как маленький ребенок рядом с матерью. Почему он тебя отхлестал? Ну, наверное, просто так, потому что ты просто ходил по дому, да? Нет, конечно, ты, наверное, разбил вазу. Или затаскал кошку за хвост. Или развалил мусорное ведро, да? Но он не понимает, он думает, что он ничего такого не сделал, а его просто отхлестали кроссовком. Вот здесь такая же ситуация. У вас молодой человек или мужчина, он как маленький. У него было одно о вас впечатление, вдруг он увидел совершенно другую вашу сторону и такой весь разочаровался. Но он понимает по восьмерке черепов, что в этих отношениях еще не все потеряно. Разочарование оно разочарованием, но если вести себя хорошо, то, может быть, и вы станете прежней. И хочет снова к вам найти подход, поработать над отношениями, попытаться наладить контакт в будущем, в загаданный срок. И будет действовать, как-то пытаясь именно показать, что он заинтересован на самом деле. Что нет такого момента, что он хочет с вами расстаться. Был момент испуга, был момент разочарования. Да, но я на самом деле люблю, я хочу быть рядом, быть вместе. Давай поможем друг другу. Вот такие вот моменты. Такая позиция номер пять. И шестая позиция. Что чувствует в данный момент, вышла королева скипетров, что думает о вас, о ваших отношениях, тузгралей. И действие в загаданный срок, семерка ножей. Но я так понимаю, что семерка ножей, недоверие, да, возникает как раз от того, что у нас все равно в отношениях есть какая-то другая женщина, которая подливает масло в огонь, то есть начинает говорить, что я в тебе заинтересована вроде как, бросайте отношения, иди ко мне. Момент зазывания такого. Пишет там, допустим. Но человек явно думает о ваших отношениях, что у вас любовь. То есть он испытывает страсть, считает вас яркой, сексуальной, он любит вас, он хочет быть с вами. Однако все-таки змеята есть в этих отношениях, потому что сочетание королевы скипетров, семерка ножей, это женщина, которая враг для ваших отношений, для вашей пары, которая старается ее разбить. И она будет строить козни, и на основе этих козней человек не будет действовать, не будет вам доверять. Вы выйдете из зоны доверия, потому что будет либо ссора какая-то, где вы его обвините, он будет считать, я не виноват, значит, нет доверия, что... Что бы я ни делал, меня будут обвинять, да? Либо, если он действительно в чем-то виноват, то доверия нет к нему, и он будет буквально отпираться от своей вины, да? Никто же не любит признавать себя виноватым. Здесь идет момент ссоры в будущем, каких-то подпольных делишек, обмана, который будет раскрыт. И вам нужно в первую очередь разобраться с врагом, который есть для отношений, потому что вы оба не виноваты, я понимаю так. Партнер не виноват, что кто-то еще в нем заинтересован, но никто в этом не бывает виноват. Мы бываем для кого-то притягательны, каждый из нас. И бывает до маньячества доходит, особенно у мужчин. Женщины начинают за ними как маньяки бегать, писать там, следить за ними. Кто же в этом виноват, да? Одна влюбилась, второй просто жил. Вот. И у него чувство к вам, понимаете, вам надо осознать вот это, что есть третий враг просто для отношений. Не выделять партнера виноватым, не выделять виноватой себя. А оградить партнера, скорее всего, от этого третьего врага, да? От соперницы оградить. Если вы сейчас вместе с ним, если она еще не разбила вашу пару, блокируйте ее во всех соцсетях. То есть прям настаивайте на том, чтобы общение прекратилось и все, и точка. Если вы сейчас уже не вместе, она уже разбила вашу пару, тут сложнее. Тут надо поговорить с партнером начистою. То есть даже если вы где-то заблокированы, добиться встречи, добиться диалога, объясниться по поводу вот этого туза агралей, что у вас есть чувства друг к другу. И давай, может быть, попробуем поработать над этими отношениями. Я люблю тебя, ты любишь меня, несмотря на то, что есть кто-то, да, кто пытается вставлять эти палки в колеса. Вот. Нет лучшего объединения двух людей, чем против третьего. Вот это вам надо понять. Ну, такая позиция номер шесть. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Ставьте лайк этому видео, вы поднимете этим рейтинг моего канала. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Пишите комментарии. Я буду на них отвечать. Обязательно читать все. И есть такой момент. Выбирайте позицию именно вы. Если вы выбрали интуитивно все-таки не ту позицию, не складывайте на меня свою вину, да. А постарайтесь просто сосредоточиться и очень посмотреть на карты. Вот где будет очень тепло, там ваша позиция. Всем пока и до новых встреч.